Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарбабая, мы продолжаем проходить игру Мор. Субтитры сделал DimaTorzok Я очень постараюсь это сделать В общем, куда мы сейчас с вами направляемся? Собраться с нашими друзьями все вместе, но для начала надо будет зайти в здание суда Забежать еще, кстати, к боссу по поводу нашего жилища Ну и, конечно же, загулять грифу и в свое новое жилище какое-то Где-то отец дал нам ключ Надо будет туда как-нибудь сходить Что еще? В принципе, куда мы с вами лучше сейчас отправиться? Наверное, мы сейчас сплаваем на лодке До здания суда Плюс еще здесь откроем секретик детский Потом, значит, опять-таки на лодке, скорее всего, переправимся сюда Поговорим с боссом Добежим, значит, до... Хотя, наверное, можно пробежать, но опять-таки не факт Мы так с вами тратим очень много времени Надо быстро перемещаться Как-то такие у меня планы сейчас У меня именно сейчас такие планы Я опять-таки хочу жрать, получается Еды у меня нет Денег, в принципе, тоже уже совсем осталось Чуть-чуть, всего лишь 54 Я могу, конечно, травы продать Как бы, чего бы нет Но для начала все-таки первым делом сплаваем Возьмем лодку И сюда По пути надо не забывать разговаривать с людьми, которых мы увидим С кем можем пообщаться Так, здесь я вроде как никого не вижу Это у нас здание суда, да? Не здесь вход? А, это вообще не туда Это вот куда-то сюда А где вход? Во, вход Ну и что у нас здесь есть? Сюда нельзя попасть Так, пока подожди А я не могу обыскать Блин, жалко Я могу только сохраниться Здесь тоже без вариантов Ладно Ты больше не медведь, Бурых Пора взрослеть Ну? Ты чего тут? По работе Какая у тебя тут может быть работа? А в этом доме тоже траур, между прочим Симон Кайен умер в ту же ночь Что и учитель А я Патологоанатом Это моя основная специальность Если ты не знал Не знал Откуда бы Неважно Ты чего тут? По тому же делу? Что и я? Напрасно торопился Вскрытие я сделал в тот же день А на другой день Тело Симона украли Что? Украли? Кто? Зачем? Я доказал уже судей Что в этом нет моей вины Я все же патонатом А не сторож У Кайеных достаточно людей Найдут Так что нам тут работы больше нет Да я к тебе вообще-то шел Тебя искал Зачем? Хотим собраться нынче вечером На старом месте У корзинки что ли? Да, у корзинки Трогательный С грифом? Посмотрим кто придет Ну, я тебя услышал А теперь уж извини Мне предстоит сейчас нелегкий разговор Постой Скажи, конечно Это Лара всех решила помирить? Нет, Стах Это я решил Это я решил Пригласил Стаха Вспомнить друзей детства Ну, поглядим Придет ли он Хорошо Посмотрим Посмотрим А тем временем С вами получается Здесь все закончили Правильно? Правильно Давайте смотаемся Узнаем, что там Дети спрятали Мать, привет Вот соборы вы и дождались Они же всегда хотели Себе наследницу Что ты здесь делаешь? Мне был нужен Рубин Он там, наверху, ждет В этот дом не заходят Без приглашения Вбирайся И не приходи сюда Пока тебя не позовут А ты позовешь? Какая злая Че я ей сделал? В этот день, кстати Мы услышим Набат Возможно Мы узнаем Что есть чума В городе Так Мне в ту сторону По пути Может быть Еще травки найдем Да-да-звук Было бы, кстати, хорошо Найти бы траву Потому что Это хоть какие-то деньги Пока сейчас Нет, с ней разговаривать Бесполезно Куда-то сюда Так, нашли Нашли сундучок Открываем И Аккуратная Записка Плюс еще Ноготь Вот это я заберу Ноготь я заберу Иголку, наверное, тоже Я заберу Выложу вам Вот три бутылки воды Я вам выложу Нормально, мне кажется Будет обмен В принципе и все В принципе и все И что это за письмо? Коснуться Про платформу Он точно не знает Значит там безопасно Конопатных Сегодня пустим Каких конопатных? О чем идет речь? Ничего пока не появилось Не знаю Что мне с этим письмецом Дальше делать? Ну прыгай давай Я думаю Наверное Мы с вами попытаемся Добежать Все-все-все-все-все-все-все-все-все Отдыхай-отдыхай-отдыхай Запыхался Бедолага Блин, а когда же тогда Мне дома ограбить Я не знаю Если я вскрою замок Они узнают Когда мне вскрывать? Когда обыскивать? Непонятно Надо будет где-то еще попить О! Отличненько Есть водичка Зажды не поврем Наполнять воду Наверное я не буду А вот попить Я попью Так, как нам с вами Добежать Быстренько До босса Здесь Свернуть Через одежду Кстати Можем пробежать Давайте хотя бы Загуляем Посмотрим Что у них есть Из одежки Надо же знать Так, я слышу Где-то есть трава Отлично Да О, ты бляха Ты муха Ты что ж Меня так пугаешь Засранец Ноткин просил Тебя скоро-скоро Звать Беда, значит Не приходит одна Опять беда у нас Дяденька Ну, что там у вас Починка заболел Чем-то скверным Очень быстро болеет Скоро умрет Столичный доктор Его осмотрел Сказал, если ему Таблетки обычно не дать То сразу умрет Так, подожди Что-то спросить Откуда он взялся Столичный доктор Интересовался, значит Повсюду ходит Нос высует Ищет чего-то Дознается Стенки палочки Скребет Чего что Доктор сам не лечит А я почем знаю Потому что Эти Небиотики Опасные они Старый что ли Короче Не может он ничего Только досками Нас забить И ждать Пока все Передохнем Антибиотики Ноткин сказал Бураха зовите И Сидоров сын Что-нибудь придумает Хрен Столичный только И уметь Что небиотики Не давать И в карантин Сажать А на Бурах Она одежда Последняя Его отец научил Посмотрим Так С одним из мальчишек Ноткина Случилась беда Если не мешаться Пацан едва ли Протянет до вечера Вот это уже плохо Это надо будет Загулять Это надо будет Загулять Это мы с вами Загуляем Обязательно Потому что Мне кажется Это Это главная С вами задача Чуть ли не Первостепенная Так Ты ничего не знаешь Да Ух ты Ё-моё Ты как Что забралась Мать Левитирует Ничего себе Левитирует Так Мне куда бежать Там Не сюда Таким Так Из этих Больше кто ничего А вон кстати Кто-то есть О Смотрите Братья Это тот Который с Ноткинс Вводится Говори Дядя Сразу Ты за них Или за нас Я сам за себя Ты за кем Из нас пришел Ты дяденька Альна Бед кого звать От нас Выдачи нет Когда желаем Тогда домой являемся Вижу У вас тут Драка назревает Чего не поделили Это ребятки Это дядя Давний спор у нас Принципиальный Им башня Поперек горлом А мы без нее Жить не можем Башню из людей Сверхчеловеков делает А они В зверьков Хотят превратиться Тогда почему Собачья голова У вас А вот потому Напоминает нам Что мы еще звери А внутри человек Сидит Замурованный Видит плохо Слышит плохо Говорит непонятно Еще работать И работать А чего вчетвером На одного-то Во-первых Их там двое Они же двоедушники Во-вторых Мы его не бьем Как видишь Это они на нас С Дриколем С Дриколем ходят А мы народ Мирный Только защищаемся Отчего же Вы его загнали Как кота На дерево Воспитательная Манера Пуща привыкает К высоте Я тоже Поднимусь Потолкую с ним Ты же не против Да пожалуйста Кто не дает Поднимайся Чем выше Тем интереснее Сам убедишься Внизу тоже Занятно Ага Чем ниже Тем занятней В самом низу Тут только мертвецы Да черви живут Ну да Не поспоришь Так А куда мне залезть На какое еще дерево Что-то новенькое появилось Кого кто куда загнал На дерево Какая драка А вот он кстати А Все понятно Давайте загоняем Наверх Че где-то трава есть Вижу Да ладно Еще и разбился Блин Вроде высота То небольшая Давай быстренько Сейчас с тобой Разрулим Пацаны Я побегу дальше Ну и чего Они тебя там Затирали Хм И че ему сказать Ну бить то они Вроде его не собираются Вроде как Он так сказал А спустишься Побьют А кто их знает А мне там сказали Что у вас тут двое Где второй За помощью пошел К нашим На склады Ваш вожак Это территория мира Ну что ж Закон есть закон И че-то мне помогло Как-то Ничего не помогло Опа Сундучок Опять таки Сундуки Могу здесь просто Тупо сейчас все взять И ничего не положить Обратно Съем хотя бы орехи Голод пипец Я удалил Ой да Жрать хочу Опять таки Блин ну постоянно Тратить на еду Рыба стоит дорого Все стоит дорого Как-то надо найти Более-менее нормальный Подход что ли Я не знаю Так Прямо 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 И потом направо Так Отлично Чем больше Пособираю Тем лучше Зачем мне столько Этих камней Я же вроде как Не могу точить Ни лезвия Ничего абсолютно Вот если бы Я мог бы Подточить бы их Вот это был бы Другой разговор О Так Не висни пожалуйста Как поживает Твой скот Хатангер Скажи мне Знакомо ли тебе Слово Удург Что бы начать Таврокхандро Тело Вместившее В себя мир Это все знают Но Что это значит Бихара Это может быть Существо Состоящее Из многих существ Семья Например Род Например Таглур Люди связаны Одной судьбой Например Но редко Яснее не стало Наши слова Стираются Хатангер Флейты наших Отцов Мы используем Как обычные палки Старые слова Большие слова Используем Чтобы называть Ими мелкие вещи Но связь с истоком Не теряется все равно Линии Помнят Да Связи тянут Словно жилы Сами собой Не рвутся Так И что это у нас Утгур Значит Тело Вместившее В себя Мир Так называют Что-то Состоящее Из множества Живых Частей Ну вроде Как Получается Что Это все Сироты Это как Семья Что ли Я может Что-то неправильно Понял А может Чтобы поменяться На что-нибудь Блин Серьезно Не хочет Наменяться Так Надо попить Так А куда-то сюда Идти Да В какой дом Не сунуть Везде Если буду Скрывать Везде Все узнают Когда же Тогда мне По домам Ходить Когда же Мне тогда Ходить По домам Так Это у нас Что Бакалея Это у нас Аптека Ладно Аптека Потом Так Музон Какой-то Пошел Не очень Музон Пошел Не очень О Что-то Народ Стоит Ты из какого Цеха будешь Товарищ Из-за Сделочного Ты ошибся Приятель Я не рабочий Я костоправ Тоже Дело Травм У нас Много Врач Нужен Если Конечно Это Врач Вроде Старого Бураха Упакуй Господи Его душу Который Не зажимает Нос Входя В твой Дом И не дерет С тебя Три Дневных Оклада За Осмотр Что за Скажу Канада Столько Столько Тут И Просидим Пусть Правду Скажет Боров Ненавистный Ладно Передам Так Могу Зайти Блин Реально Мне бы Поесть Мне бы Поесть И Сохраниться Ну В Такой Обстановке Любое Наследство Было бы Кстати Славно Что зашли Мистер Бурах Славно Хорошо Что успели Ранняя Пташка Ловит Черечка Да Ловит Дом Това Шкайна Собирается Забирать И Сидор Умер Царство Небесное Наследник В бегах Сегодня Должно Решение Выйти Вы Знали О том Что я Вернулся Разве Этого Мало Городом Правят Три Семьи Вам Это Должно Быть Известно У меня Хозяйство Бойни Заводы Станция Склады Серечь Проект Быков Смешное Название Да Прижилось Вот Собуров Следит За порядком На нем Жители Ну А Кайны Строят Город Здания Постройки Допланировка Это уж Их Знаю Да Дом Ваш Как и прочие Дома Для Кайны Как машине Колесико Виды на него Имеют Может Снести Хотят А может Иное Что Сделать Симон Симон Кайны Покон С Батюшкой Ваши Много Разговоров Вели Дружили Можно сказать Воистину Крайности Сходятся Да Сходятся И что делать Да сходите К суде Георгию Кайну То бишь Он после смерти Брат со своего Симона За старшего Теперь Покажитесь Пред его Ясные очи Он дом За вами И утвердит Да Только поспешите Он с рассветом Встает А решение Своих Не отменяет Такой уж У него Обычай Спасибо Босс Так Ну я бы Наверное Хотел бы Вернуть себе Дом Я не хочу Его терять Георгий Кайн Собирается Забрать Наш родной Дом Вспомнить Где Именно Его Искать А что Спросить У босса Нельзя Где он Обитает А что Все с тобой Нельзя Позже Поговорить Ой Да ладно Блин Серьезно Сюда Перейти Не Ну там Я уже Тогда буду Плыть Там Уже Я буду Плыть Мне бы По пути Где нибудь Бакалей Найти Блин А в темной Лавке Там Ничего Нет Я там Все Купил Там Только Кофе Есть Здесь Аптека Одежда Бакалея Здесь К вам Равнодушны То есть В принципе Здесь Со мной Могут Торговать Возможно Надо Будет Докулять До Бакалея Когда Я Травы Заодно Продам Почему Бы И Нет Да Сейчас Короче Выходим Сюда Прямо И Через Склады Опять Таки Сохраничь На всякий Случай Жалко Ничего Никого Нет Так Ладно Я Пошел Ладно Я Пошел Склады Все Закрытые Так Кто Может Еще С мной Поговорить Никто Чему Бывать Того Не Миновать Бешеному Кобелю Семь Верст На Крюк Не Вовремя Что Ли Забот Хватает Расскажешь Нет У кого Язык Длинный У того Жизнь Короткая Дело Есть Выкладывай А если Потрепаться Так Он Порог Собираемся Сегодня К ночи Вчетвером На старом месте Чего Это Вдруг Свяжем Дружбу Заново Авось Выйдет Уклейками Что Ли На Рельсах Блин Вроде Как У корзинки Разговор Был Нет Яблочная Ветка Яблочная Ветка Блин Я что Забыл Ну Вроде Как Про Корзинку Разговор Шел Да Там У корзинки Ступайте Втроем Вам Без меня Веселее Будет Я Со Стахом Тоже На Ножах Видеть Меня Не Может Смерть Отца Обвинит Во Дает Это С какой Верхушке Он Сверзился Что Так В голову Зашиб Снова Башни Не Иначе Да Прав Он По Своему Сам Думаю Об Там Не Знаю Медведь Видишь Уже Что За Забот У Меня Ночной Народец Мужики В ножички Начали Играть Да Как Резво Играют И Откуда Только Повылезли Что Людей Резать Стали Нет В том Моей Вины А Выходит Что Есть Я До Большой Крови Никогда Не Касался А Только Выходит Что Грядку Для Красных Всходов Распахал Вот Оно И Выросло Ладно Без Тебя Разберусь Вместе Разберемся В стороне Не Останусь Так Что Получается Гриф Позвал Вспомнить Старых Друзей Придет Не Придет Не Известным Встретимся С Ларой Грифом И Рубином На нашем Старом Месте После Павла Ночи Авось Удастся Все Склеить По Старому Осталось Получается Только Встретиться Правильно У тебя есть Поторговать Блин Мне бы Мне бы Еды Наверное Первым Делом Придется Добежать До Бакалея Опять Таки Сохранимся Иначе Скоро Просто С голоду Подохну Но Для начала Надо будет Продать Все Травы Блин Где же Мне Еду Брать Это Реально Прям Самое Сложное В этой Игре Это Найти Еду Грабить Дома Опять Таки Получаться Не могу Они Все Все Узнают Куда Чути Тогда Непонятно Где Тут Еду Брать Как Дома Грабить Так Чтобы Никто Не узнал О Жизнь Заканчивается У меня Все Плохо Становится Из-за того Что я Голодный Все Плохо А Эти Тут Собрались Сначала Закрыл Термитник Потом Были Эти Убийства Потом Прикрыт Работу Завод Слыхан Или Дело Это Толстого Влада Который Был рад Гнать Сна Спот И Без Сна И Без Отдыха А теперь Прикрыты Кварталы Что же Это Такое Творится В самом деле Что же Такое Творится Авария На заводах Наверное Сажа Какая-то Ядовита Полетела Это Самая Верная Так Говорят Ну Посмотрим Что там За Сажа Так И Все А С тобой Можно Поболтать Квартал Закрыт По Распоряжению Доктора Донковского В закрытые Кварталы Ходить Можно Только Врачам Вывод Ворох Интересные Новости Что происходит Почему Прикрыли Район Люди Говорят Выброс Завода Ядовита Сажа В воздухе Глаза Разъедают За минуту Без Защитных Средств Лучше Не ходить Каких Защитных Средств Иммунные Таблетки Две Порции Защитная Одежда Один Комплект Принимайте Одежда Это хорошо Это правильно А то что-то грязно Там Грязновато Так Это я получил То есть Теперь могу Спокойно Заходить В нечистых Районах Стоит следить За иммунитетом А заходить Туда лучше В плотной Одежде Так Ну давай Попробуем Одеть Сейчас шмотки Ботинки Поношенные Не очень Впечатляюще Но куда Деваться Так По-моему Что-то было Еще Нет Мне показалось Что было Что-то Еще Ну кроме Таблеток И Собогов По-моему Какая-то Еще была Шмотка Нет Ну судя Потому что Я тут Ее не вижу Наверное Все-таки Нет Да Началась Получается Это Чума Чума Началась Так За двойную Оплату Удачно Кровавая Тверь Ну допустим Тысячу Так О Кстати У тебя есть Еда Возьму Тан Вот Возьму Наверное Я лимон Хотя Тогда Мне останется Очень мало Денег Да Яйцо У меня Не будет Уже Денег Опять Таким Но Принять А куда Деваться Куда Деваться Надо Есть Все Остальное Не Помогает Так Использовать Да Не Сильно Использовать Блин Это Все Что Есть Все Что Я Могу Блин Жалко Мне Нужна Еда Мне Очень Нужна Еда Здесь Корни И Грязь Это Наш Фундамент Выпить Хотите Я Нашел В доме Отца Записку С ключом Подписано Инициалами В.О. Это Вы Передали Ему Заводской Подвал Так Вы Ее Нашли Надеюсь Вы Не Сказали Об этом Моему Отцу Который Такой Же В.О. Как И я И Которому Собственно Принадлежит Весь Завод Со Всем Его Содержимом Включая Рабочих Ого Вы Пошли Против Своего Отца Повторый Эм Ваш Свои Свои Ваш Свои Свои Прямо Ваш Народ Точнее То Что От него Осталось Собственно Все То Что Принято Называть Укладом Находится Почти В безраздельном Распоряжении нашей семьи. Отец воспринимает уклад как свою собственность, рабочую силу проекта быков. Отец говорил, что это больше смахивает на рабство. О, совершенно с вами согласен. Так вот, знайте, я не сторонник методов своего почтенного родителя. Настанет день, когда управлять проектом быков, стану уже я. Как дальневидный и рачительный хозяин, я собираюсь заготовить более плодотворные и эффективные основания для нашей промышленной империи. Вы понимаете меня? Не вполне. Я хотел бы возродить уклад и вернуть его достоинством. Меня увлекают ваши традиции. В них содержится немало удивительного. Явление на грани чудес. Хоть я не верю в мистику, но приходится признавать очевидные факты. Я решил предоставить вашему отцу возможность заниматься некоторыми исследованиями на эту тему. И чем он там занимался? Не могу сказать точно. Я навещал его несколько раз, но не успел как следует вникнуть в суть его работы. Мне кажется, он изучал то, как соединяются некоторые вещи. Делал какие-то экстракты из органики разного рода. У него была любопытная теория о том, как соединяются природные элементы. Что-то вроде теории универсального синтеза. Ну да, учение о линиях. Так, что получается? Сын Альгимского, младший Влад, подарил отцу помещение под одним из заводских корпусов. Чую, оно станет моим новым домом. Возможно, если мы с вами не вернем свой старый. Опять-таки, мне жрать нечего, денег у меня нет. Блин, я не знаю. Они все узнают. Что мне делать-то? Нереально как-то надо грабить дома, но так, чтобы их не узнали. Есть вообще такие эти дома в игре? Или все-таки они про все все узнают? В любой дом какой не войду. Я что днем не могу попасть, что ночью не могу попасть. Они все все узнают. Жестко как-то. Очень жестко. Так, что у нас получается в итоге с вами? Осталось, получается, загулять сюда. Осталось загулять сюда. Осталось загулять сюда. Но сюда я только уже сплаваю. Надеюсь, я там смогу сохраниться. Так, я здесь не пройду. Блин, туда идти пока не хочу. Так, мужики все походили. Попьем водички. Так, мы пытаемся дойти. Опять только бутылка. Сколько же здесь бутылок? Так, мне получается как раз вот сюда прямо. Может быть, здесь найдется еда. Что-нибудь, хоть что-нибудь полезное здесь найдется. Опять-таки голод. Все завалено. Голод растет с каждым разом. Блин, набрать воды. Утолить жажду. Я думал, кто будет обыскать что-нибудь. Сломано. Починить. Отлично. Мне не хватит какой-то шестеренки. Замечательно. Где ее брать? Обыскать. Так, деньги есть. Трепичные перчатки. Состояние плохое. Кинктура зурх. Плюс. Повышает иммунитет. Проявляет симптомы. Если дать ее больному особо сильное. Значит, из больнички пришел. Пацан, ты что здесь делаешь? Ты что здесь делаешь? Так, я могу это дело починить. Кукла человека. Теперь я тебя слышу. Говори только слова, береги. Мой старый добрый собеседник. С кем тут еще поболтать, как не с самим собой? Он бы сказал сейчас, это наш настоящий дом. Здесь можно работать. Да, где работаешь, там и есть настоящий дом. Здесь есть место для ночлега. Тут можно хранить полезные вещи. С собой все не унесешь. Здесь можно оперировать. И главное, делать лекарства. Не опасаясь того, что тебя потревожит. Живи тут, сынок. Живи и работай. Работай. Здесь теперь твое место. Здесь можно сделать все. Здесь можно сделать все. Точно. Именно так бы он и сказал. Ну что же, Олембик готов. Руки тебя золотые. Теперь вспоминай, для чего он нужен. Помнишь, что такое улмар? Да, конечно, тинктура на основе травы. Верно. Тинктура – основа любого лечения. Степь подарила нам несколько удивительных трав. Тверь – царица растений. Савьюр. Сечь. Белая плеть. Чем они так хороши? Ну, во-первых, они проявляют симптомы болезни. Так. Проявляют симптомы болезни, повышают иммунитет. Как будешь готовить тинктуру? Блин. Нужно сочетание двух любых трав. Они образуют связь. У Нэнто – чистая вода, две любые травы из тех, что я перечислил. И травы, и воду найдешь прямо здесь. Посмотри в шкафах и в укладах. И приготовь один улмар. Попробуем. Хорошо. Так. Что-то куча всего подкрывалась. В отцовской берлоге есть аппарат, чтобы делать лекарственные тинктуры из трав. Что еще появилось? Непонятно. Какие-то травы, что ли? Может, какой-то рецепт появился, кстати говоря? Сделать. А с чего сделать-то мне нет? Нужна вода. Вода-то, в принципе, у меня есть. А почему у меня нет? Что так все плохо стало? Я только что обыскивал. Здесь ничего не было. Или это типа обучалка? Это типа обучалка. Так. Вода есть. Ага. Варить. И что я получил? Тинктура ЯС. Повышает иммунитет, проявляет симптомы, если дать ее больному. Так она вроде как у меня была, нет? Ну, давай попробуем вот эту траву сделать. То есть, получается, как бы всего лишь три травы, правильно? С этой уже мы как бы делали. Ага. Давай теперь красную и вот эту. Так. Я вроде как, получается, все три вида сделал, да? Тинктура Зурх и тинктура Медрел. Проявляет симптомы, проявляет симптомы, если дать больному. Все они повышают иммунитет. Мысли какие-то появились. Только где? Не вижу, какие мысли появились. Не понимаю. Какие-то мысли мы все-таки все-таки есть. А какие мысли? А, знание Менхо. Ой, блин, здесь что-то появилось. Мой отец практиковал степную медицину. Похоже, мне пора идти по его стопам. Из травы и воды можно сделать тинктуру. Тинктуры варят из степных трав. Твери, савьюра, сечи и белой плети. Тинктура варят из чистой воды, из бочек или колонок. Все? Что происходит? Почему все зеленое? Почему я ничего не могу обыскать? Где мой старый инвентарь? Я должен что-то сделать еще? Или я должен сделать из всего, что есть? Давай сделаем еще вот это. Вот эту. Вот эту. Вот эту. Вот эту. И вот так. Как бы всего пополам. Нет? Я же все сделал. Да сколько уж надо-то. Я что-то не могу понять-то, блин. Я же все сделал. Сколько мне надо этих варить-то? А, с тобой можно поговорить. У нашей матери какая-то злая хворь, доктор. Так, чтобы сестрица от матери не подцепила, можешь ей дать что-нибудь? Для защиты, а то она слабенькая у нас. Такой злой сентябрь в этом году. Так пока мать болеет, пускай и не подходит к ней. Тесно у нас, доктор. Не на улице же ей ночевать. Давай посмотрим твою сестричку. Так, и... И, и, и... Опять ничего не вижу. Может и на карте появилось? Я не могу на карте посмотреть. А, профилактика. Выберите препарат. Так, блин, они все одинаковые. В чем между ними разница-то? Дать иммунник. Это недостаточно, что ли? Хорошо. Приступим к лечению. С чего всегда начинаем перед вмешательством? С диагностикой. Верно. Но кое-что ты забыл. Это боль. Боль. Наш верный помощник. Она говорит о том, что ты еще жив. Она подает сигнал бедствия. Но пока человеку больно, мы не сможем узнать, на какой глубине орудует болезнь. Да, разумеется, сначала нужно проверить уровень боли. Улмары, которые снимают боль, лучше их вообще не готовить. Эта тема запретная. Пока обходись морфином. Лекарства из аптек вполне годятся для наших детей. Все хорошо, что позволяет обойтись без разреза. Обойдусь морфином. Так, появился какой-то мозг. А, это все здесь появляется, блин. С помощью тинктур и аптечных иммунников я могу усилить свой и чужой иммунитет. Ослабить боль пациентов можно с помощью морфина. Так, лечить. Слишком больно. Дать обезболивающее. Так, дальше что? Теперь вспомним о самом важном. Ты помнишь, что такое МТ? Помню, три уровня глубины тела. Как соотносится с уровнями глубины Улмары? То есть разные виды травы. Цвет Улмара проявляет симптомы в глубине такого же цвета. Ты наставишь Улмар на двух травах, чтобы образовалась связь. Как получается итоговый цвет Улмара? Решает одна из трав. Свойства трав ты узнаешь сам. Постепенно, не сразу. Только так ты поймешь, что такое связи. Бери травы, воду и изготовь по одному Улмару каждого цвета. Действуй пока на ощупь. Постепенно их свойства тебе откроются. Работай, пробуй. Так научишься связывать вещи. А я уже все сделал. Улмар, кажется, это работает со своей глубиной. Каким образом? Он открывает симптомы, которые к ней относятся. Верно. В чем заключается трудность? Симптомы могут быть обманчивы? Да. Твоя задача исключить все неверные варианты. При этом от каждой тиктуры будет возрастать боль. Это так. Нужно внимательно за этим следить. Боль убивает. Итак, действуй. Открывай симптомы и вычисли пораженную Мэтта. Постарайся отдать ему как можно меньше улмаров. Все необходимое у тебя есть. Я буду внимателен. Но я не обещаю. Я буду внимателен, но я не обещаю. Итак, я приготовил тиктуры всех трех цветов. Теперь можно перейти к диагностике. Тиктуры причиняют пациенту боль. Слишком сильная боль помешает мне вычислить виновника болезни. И чего? Кровь, кости, нервы. Ну попробуем дать тебя. Сбилось дыхание. Это в крови или в нервах? Дать ему еще морфин. Это в крови или в нервах? Это в крови или в нервах? И что, мне еще это давать? Давай попробуем вот это вот дать. Изменились зрачки. Значит, в нервах или в костях? Еще морфин. Опять тебя, что ли, давать? Ну, наверное. Лихорадка. Это может быть что угодно. Определен. Все? Теперь ты знаешь, на какой глубине болезнь. Можно давать антибиотик. Только один, правильно? Да, только один. Антибиотики вредны и опасны. Сам понимаешь. Потом научишься делать их сам. Этот улмар будет посложнее. Но это потом. А пока обойдешься таблетками. Где-то здесь были запасы. Выбери правильный. Теперь ошибиться трудно. Так. Ну-ка, что-то новенько появилось. Все здесь, да? Для лечения больных нужны три типа лекарств. Тинктуры, обезболивающие и антибиотики. Зная диагноз, больному можно назначить антибиотик. Антибиотики снижают уровень заражения пациентов. Так, выберите правильный антибиотик. Ну, это получается желтый, правильно? Раз у нас желтая болезнь, иначе желтый. Процедура прошла успешно. Видишь, не так уж все сложно. Со временем вспомнишь все. Ты станешь хорошим целителем. И я буду тобой гордиться. Жаль, что ты этого не увидишь, отец. Это были такие воспоминания. Тут тоже, кстати, можно починить, но надо только понять, что требуется. У меня ничего этого нет. Вот таких ресурсов у меня точно нет. Так, это я могу набрать воды и попить. Там часики сохранятся. Это потом поговорить можно будет. Обойди, пожалуйста, ты его. Здесь можно спать. Блин, а ты, может быть, какие-то припасы найдешь, что ли? Поесть что-нибудь. Ты сейчас сам сдохнешь с голоду, ё-моё. Расширить инвентарь. Офигеть. Прикольно. Еще и прокачка есть. Починить. Нужны как раз нитки, которых у меня нет. Кстати, надо перчатки-то поставить. Ну, здесь все, здесь пусто, здесь ничего нет. Здесь ничего нет. Это, кстати, я поставлю. А теперь могу починить. А, тут не так-то все и просто, получается, заточить даже ножик. Это, кстати, я могу починить. Может, я найду состояние получше у них? Не факт, не факт. Это скальпель. Починка не требуется. Вот, где, оказывается, чинить все это можно. Все понятно, все ясненько. Ладно, дорогие друзья, продолжим тогда с вами в следующей серии. На сегодня все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Базар Бабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok